Писание поощряет нас И вдохновляет нас, чтобы мы все, что у нас есть, вот эти заботы, переживания, вот эти трудности, которые у нас на сердце, мы приносили Господу. И сам Иисус в Писании, я хотел бы прочитать это место, это будет Матфея, 11 глава. Сам Иисус, Он говорит слова, которые ободряют нас и вдохновляют вас. Давайте прочитаем Матфея, 11 глава, 28 стих. Я верю, это место очень хорошо известно каждому из нас. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Господь обещает вот дать этот покой, дать мир в наши сердца. Господь обещает вдохновить и укрепить нас, но нам нужно прийти к Нему. Нам нужно осознать, что вот этот покой и мир мы можем получить от нашего Господа. Друзья, давайте мы сегодня, сейчас, вот во время благоприятное, очень хорошая возможность для того, чтобы получить этот мир от нашего Господа. Оставить все переживания, все трудности, с которыми мы сталкиваемся на протяжении, может быть, сталкивались на этой неделе. Все, что нас гнетет, возможно. Я понимаю, что ситуация, смотря на ситуацию, мы можем сказать, у меня нет выхода. Я не знаю, как заплатить Билл и, может быть, через неделю, которую нужно платить. Я это прекрасно понимаю, но Господь говорит, Иисус вдохновляет нас и ободряет, чтобы мы что сделали? Принесли все Иисусу. И Он говорит, а Я вам дам мир. Давайте мы встанем, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твое утешение нам. Благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, обращаешься к нам и говоришь, чтобы мы не сфокусировались на наших земных сложностях и проблемах. Но чтобы мы все принесли Тебе, Господь. Чтобы мы сфокусировались на Тебе, Бог мой. Я благодарю Тебя за слова утешения, которые Ты говоришь к нам сегодня. Бог мой, мы собрались у Твоих ног. И я прошу Тебя, Отец Небесный, Ты благослови каждого из нас. Я призываю силу крови Иисуса, Господь, на каждую жизнь, на каждого брата, каждую семью и каждую сестру, Господь, которые сейчас смотрят нас. Бог мой, Ты приди и коснись Духом Твоим Святым и утешь, Господь. Благослови. Духом Твоим Святым наполни, Господь мой. Мы благодарим Тебя за время благоприятное, которое Ты нам сегодня посылаешь. Господь наш, говори сегодня к нашему сердцу. Бог мой, чтобы мы менялись, наши жизни менялись, чтобы мы, преобразившись, Господь, еще больше уповали на Тебя, приближались к Тебе. Будь прославлен в нашей жизни и будь прославлен в этом служении. Слава Тебе. Помоги нам, Господь, чтобы наши сердца были открыты, Господь, наши уши были открыты к тому, что Ты будешь говорить через братьев сегодня. Благослови, Господь, наших братьев, и пусть Твоя Святая славится. Ты достоин славы. Отец и Дух Святой. Аминь. Приветствую, дорогие братья и сестры. Очень непривычно выступать, не видя вас. Надеюсь, вы все в добром здравии. Ну, как говорится, хоть и не вижу вас, но вы слышите меня. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Ну, прямо слышу, что кто-то из братьев сказал, что нет такого в Библии. И вы будете абсолютно правы. Такого в Библии нет. Апостол Павел в послании к кремлянам, 8 главе, 28 стихе говорит, что любящие и призывающие Господа, что бы ни случилось, что бы ни происходило, во всем, во всех действиях, что вокруг них происходит, что с ними происходит, они приобретают нечто важное, нечто хорошее. Почему так? Почему человек, который пришел к Богу в самой сложной ситуации, кажется беспросветной, окруженный проблемами, но апостол говорит, посмотри на свою жизнь, посмотри на результат этих трудностей, и ты увидишь ту золотую крупинку, которую Господь хотел тебе вручить, этот маленький, драгоценный камень. Еще будучи в Беларуси, работая на заводе, я разговаривал со своим старшим коллегой. Хороший человек, зовут Роман, семья, двое детей, супруга, и он говорит, почему так случается? Вот почему так случается? Моя жена хороший человек, отзывчивый человек, но она сходила по ступенькам на даче и поломала ногу. Говорит, ну я бы понял, если бы я поломал ногу. Я и там и к алкоголю неравнодушен, иногда ругаюсь. Но почему она? Она же, говорит, не имеет тех этих недостатков. Я начал с ним разговаривать и спрашиваю, а вот, Валя, она же у тебя очень шустрая. Да, говорит, вот она по дому, там она обо всем волнуется, у нее все дела, дела. Говорю, а ты вот подумай. В тот момент мне как будто прочитал перед глазами слова Моисея из 89-го псалма. Лучшее время труд и болезнь. Ну труд понятно. Мы себя чувствуем здоровыми, сильными, мы готовы к действию, восплощаем какие-то планы, реализуем себя как творцы в какой-то мере. Но болезнь. Почему именно болезнь? И тут я понял, за своей суетой, за своими действиями, мы забываем о чем-то очень важном. И Бог в болезни не только тело наше делает меньше, менее таким сильным, но в тот же момент мы останавливаемся, и Бог предоставляет нам время подумать, а ради чего мы суетимся? Ради чего куда-то бежим? Ради чего мы достигаем вот этой вот суетой, этим движением? Какова сама цель? И вообще не отошли ли мы в сторону от цели? Кто-то в Москве, вот в церкви из братьев, спросил мне, а ты в курсе, что такое вот само понятие грех? Что само слово значит? Я говорю, нет. Он говорит, а он значит мимо цели. Ты промазал, ты был успешен, ты стремился, но в результате твоего стремления оказалось, что ты попал не туда, куда должен был, не туда, куда ты хотел. Ты что-то упустил очень важное. Я говорю, Роме, понимаешь, вы воспринимаете все как наказание. За что? Может быть, для чего? Может, мы неправильно задаем вопрос. Может, Бог в определенный момент останавливает человека от его суеты, от его беготни, чтобы показать, что, возможно, ты идешь не туда. Возможно, ты что-то не заметил. Представьте себе, целая цивилизация на данный момент остановлена. Хорошо это или плохо. С точки зрения одного индивидуума, одного человека, мы можем размышлять, будучи, действительно, как Сергей говорит, у кого-то есть проблемы с билами, у кого-то есть проблемы с отношениями, у кого-то есть проблемы со здоровьем. Проблемы, 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 проблемы. Но, если мы обратимся к тому же стиху Писания, которого я начинал, из всех этих проблем, что мы выносим? Что мы получаем? Какая крупица золота? Где этот бриллиант, который Господь хочет нам показать, чтобы мы взяли его, не потеряли, а именно оставили себе? Разговаривая со своим коллегой, разговаривая с остальными людьми, я всегда удивлялся, почему в первую очередь, когда что-то в жизни происходит, Боже, за что мне это? Неправильные вопросы, которые мы задаем, и мы получаем неправильные ответы в своих размышлениях. Мы начинаем искать свои ошибки, начинаем искать свои промахи, и тут же, ага, мне вот за это, мне вот за это. Вместо того, чтобы поискать, для чего, что Господь хочет, чтобы я добился, чего Он хочет, чтобы я достиг. Недавно разговаривал со своим другом из Москвы, он говорит, людей закрыли дома, когда откроют, половина мужиков побежит в ЗАГС разводиться. Они отвыкли быть дома друг с другом, они отвыкли общаться с детьми, они отвыкли общаться со своей второй половиной. Бог показал этим людям, что в их собственном доме не просто назревает, а уже существует конфликт. И в то же время Господь дал им время, чтобы этот конфликт разрешить. Если мы имеем это время, почему не разобраться в себе? Почему не посмотреть, что в нашей жизни не так? Будучи еще в Белоруссии, в церкви, мне одна из сестер рассказала такую, ну как бы притчу. От лица пожилого человека, который жил в старые добрые времена, обычной ферме по-нашему, вот по данным условиям. И он сидит и размышляет, вот был у меня конь, убежал, жена в слезы, беда, проблема, плохо-плохо, а я сижу и думаю, хорошо ли это или плохо. Прошло две седмицы, вернулся конь и с собой привел небольшой табун диких лошадей. Жена в радости, стол накрывает, а я сижу и думаю, хорошо это или плохо. Прошел год, подрос сын, посадил в седло, а он упал с седла и ногу сломал. И после того, как выздоровел, так хромым и остался. Жена в слезы, всех врачей обижала, горе в семье. А я, говорит, сижу и думаю, хорошо это или плохо. Прошло три года, началась война с другим государством, пришли солдаты моего сына забрать в армию, а он хром на одну ногу. Не взяли. Жена в радости, а я сижу и думаю, хорошо это или плохо. Наши мысли, это наши мысли, но Господь говорит, что его мысли намного выше. И пути его нам недоступны. Мы можем приближаться к нему, мы можем частью познавать его, но мы никогда не сможем абсолютно постичь его замыслы. И то, что мы принимаем как плохо, то, что мы принимаем как боль, может быть всего лишь таблеткой от нашей болезни. Вы давно кушали или там пили сладкие лекарства? Вам приятно получать уколы? Но в результате вот этих действий, принятия горькой таблетки, больного укола, мы получаем не зло, но получаем защиту от какой-нибудь болезни, исправление каких-нибудь неполадок в нашем организме. Так же и Господь, Писание говорит, кого любит, того и наказывает. Если мы посмотрим на сегодняшнюю Европу, если мы посмотрим на сегодняшний Китай, все основные очаги вот этого заболевания, с Китаем там все понятно, там Слово Божие в гонении, церкви в гонении. А Европа? Благоденствующая, изобилующаяся продуктами, высокий уровень жизни. А что в церквях? Что в церквях? Вы когда-нибудь слышали, чтобы... Вы когда-нибудь слышали про такую вещь, как церковь-бар? Вот в обычные дни она работает как бар, а в выходные в определенное время она становится церковью. Бар закрывают, стулья расставляют редком, и человек приходит проповедовать, чтобы люди хоть как-то приходили. Это абсурд. В этих странах начинают закрываться дома молитвы, в церкви начинают закрываться. Почему? По ненадобности. Люди решили, что они могут плыть и без Бога, прям как на Титанике. Плывем без Бога. Давайте же вспомним, чем этот корабль закончил. Не время ли им остановиться, посмотреть и вспомнить, для чего были эти здания? Вспомнить себя, может быть, в детстве, может быть, в юношестве, когда они с проблемами бежали к пастору, когда они с проблемами бежали и становились на колени. Но нет, они же выросли. Они стали обеспеченными. И все можно решить, буквально нажав пару кнопок на телефоне. Все доставят, все привезут, решат все проблемы. Но проблему с сердцем, проблему с душой, с семьей, с людьми, телефон не решает. Может, именно для этого Бог остановил? И движение транспорта, и промышленность. Может быть, не время делать руками. Может быть, сейчас время делать работу над ошибками. Мы все в суете, мы все в спешке, мы очень многого не видим. И если Бог останавливает такое огромное количество людей, значит, дело даже не в одном человеке, не в двух человеках. Мы все движемся куда-то не туда. Мы все делаем что-то не то. И Бог дает время поправить наш путь. Не промазать мимо цель. Вспомните 22-й псалом. Все прекрасно его знают. И если я пойду и долиной, и смертной тени, разве это не долина смертной тени? Разве каждый не думает, а вдруг я завтра? А вдруг что-то случится со мной завтра? Хотя, кажется, не было бы коронавируса. Достаточно автомобильных аварий. Достаточно других каких-то болезней. Достаточно разных факторов. Самолеты, поезда. Да, поскользнулся, упал. Я не знаю, море всяких проблем, которые могут вести к тому же результату. Физическая смерть организма. Но почему-то вспомнили про все это, только когда над всеми нависла вот эта вот ситуация, и она подогревается в средствах массовой информации. Людям говорят, 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 говорят. И они задумались. Оказывается, наша жизнь конечна. Оказывается, долина смертной тени, вот она. И задаются вопросом, а зачем же нас так вот, 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 вот. А вдруг действительно я? А вдруг вот это действительно случится? Но эта ситуация, это положение, она не зависела от коронавируса раньше. И не в полной мере зависит сейчас. У кого-нибудь из вас, кто из ближайших знакомых имеет проблемы вот с этим вирусом? Я, допустим, не знаю. Из моих ближних, с кем я часто общаюсь, никто не болен. Но благодаря вот этому вот вирусу, благодаря вот этой вот ситуации, даже я сам, каждый день в суете, каждый день в беготне, начал задумываться о том, а куда я бегу, а куда я спешу, а чего я достигну вот этим, а вот этим. Но человек я. я как человек. Если честно признаться, я надеюсь, что у меня хватит разума и веры все-таки встать на ту дорожку, которую Господь меня ставит. Вот в этой ситуации, вот этим положением. И правильно воспользоваться тем временем, которое Господь дает. но как в том же вот послании к рельминам апостол Павел говорит в 12 главе по мере веры, которую каждому дал Господь. И поэтому я сейчас хотел бы помолиться вместе с вами не о здоровье, потому что да, оно нужно, не о том, чтобы все это прекратились, вот эти вот все простые проблемы с работой, и это надо. Но я хотел бы помолиться именно о вере, чтобы Господь в нас усилил веру. Потому что тот же 22-й Псалом «Твой щит и твой посох, они охраняют меня». Больше никто нас не охраняет. В детстве нам показывали картинку, где маленький ребенок стоит со свечкой, сжалые так сильно, а вокруг него две руки, прозрачные, две прозрачные руки, которые Господь его охраняет со всех сторон. Кровь Христа нас охраняет, неважно в каком мы возрасте. Если Господь в нас, то мы под защитой Его крыл. Будем молиться, братья и сестры, сейчас преклоним колени и будем больниться о том, чтобы Господь усилил в нас веру сейчас и на все оставшиеся жизнь. Дорогие друзья, я знаю и я уверен, что у нас есть за что сказать слава нашему Богу. Слава нашему Богу, что Господь, во-первых, Он живой Бог, что Он оставил всю славу неба, и Он сошел на эту землю. Он пришел ради каждого из нас, Он пришел потому, что Его любовь такая велика, что мы не можем ее понять. Вот мы своим разумом человеческим просто не можем понять Божью любовь. Но мы знаем, что Его любовь, она велика любовь. И мы должны благодарить нашего Бога. Мы должны благодарить, что Он нас не оставляет. Он ждет, но Он ждет, когда мы ближе и ближе, больше и больше будем доверять Ему. Он хочет, чтобы мы просто полагались на Него, чтобы мы отдавали все в Его руки, когда нам трудно, когда мы не понимаем чего-то. Он хочет, чтобы мы просто приходили к Нему, открывали свои сердца и говорили с Ним. И я знаю, и я уверен, что Он будет отвечать нам, что Он буквально будет говорить в наше сердце. Это может быть через Слово Божье, может быть, через радио, через какой-то псалом, песню, но Он будет говорить. И мы просто должны, мы должны знать Его голос. Мы должны познавать, когда Он, когда Он говорит в наше сердце. И знаете, хотелось бы говорить слава нашему Богу, как уже было сказано, что лично в нашей семье вот этот вирус, он не коснулся. Никого, от кого я лично знаю, он не коснулся. Разговаривая с некоторыми из вас на этой неделе, тоже по телефону я спрашивал, у вас есть родственники или знакомые, которые болеют? А никто мне не ответил, что кто-то болеет. Слава нашему Богу, что Господь охранит нас, и вот этот вирус, он не касается нашей церкви, он не касается наших семей, наших родственников. Это Его милость. Конечно, мы этого не заслужили, но это Его милость. И опять же, мы должны не забывать благодарить Бога за то, что Он такой любящий, такой милующий. И мы должны понимать, что все в Его руках. Я думаю, что мы сейчас уже уверены, что Господь контролирует всем, всеми и всем в этом мире. И Он может остановить всех, Он может направить всех, куда Он желает. И сегодня вечером я хотел бы поговорить на одну тему, которая, я думаю, что очень важна для нас в нашей жизни. И она так называла, я ее назвал, как мы реагируем на волю Божью для нас в нашей жизни. Я думаю, что каждый день мы несколько раз говорим такую фразу «Да будет воля Твоя!» Когда мы молимся Отче наш утром, днем, вечером, мы повторяем «Да будет воля Твоя!» И у меня возникает такой вопрос, когда мы говорим вот эти слова «Да будет воля Твоя!» что мы имеем в виду? Мы искренне этого желаем или мы просто повторяем заученные слова молитвы? Или может мы совсем, когда мы молимся, мы просто думаем «Не хотим Божьей воли, пусть будет по-нашему!» Мы, может, говорим, но где-то глубоко в нашем разуме мы, может, думаем не всегда хочется, чтобы Господь как бы руководил нами. И вот эти вопросы я думаю, что каждый из нас должен ответить. Желаем ли мы волю Божью в нашей жизни? Мы просто это повторяем, потому что мы заучили, нас научили в детстве молитву «Отче наш!» Или, может, мы вообще не желаем, чтобы Божья воля была? Я не говорю всегда, но, может, бывают моменты, когда мы просто не хочем, чтобы была Божья воля. Мы желаем, чтобы была наша воля, потому что мы чего-то хочем добиться. И я думаю, что, в общем, мы знаем, что есть Божья воля. Мы знаем, что апостол Павел римлянам он пишет, что «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Она благая, угодная, совершенная». Фессалоникийцам он пишет, что «Воля Божья есть освящение ваше». Господь хочет, чтобы мы освящались. Фессалоникийцам чуть дальше он говорит, что «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». Почему? Потому что такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Апостол Петр также говорит, что воля Божья, чтобы мы делали добро. Итак, в основном мы знаем Божью волю для всех вокруг нас, но знаем ли мы Божью волю для нас, для себя? Что Господь хочет, чтобы мы делали от сегодня? Что мы должны делать? Что Господь хочет, чтобы мы сделали? Кому мы должны позвонить? С кем мы должны поговорить? Что мы должны сделать? Слышим ли мы голос Божий, когда Он говорит к нам? И я хотел бы прочитать, я думаю, знакомое место, особенно после этого большого праздника, который мы буквально недавно отпраздновали, когда Иисус Христос молился своему Отцу. Я хотел бы прочитать, это записано Матфея 26 глава с 36 стиха. Матфея 26, 36 стиха. Потом приходит к ним Иисус на место, называемое Гефсимания и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молится, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели, и оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Господь трижды молится своему отцу, и он говорит, «Если возможно, доминует меня чаша сия». Он знал, что ему это будет нелегко. Он знал, то, что он должен сделать, это нелегкий труд, не так просто его сделать. И он молит отца, но он после этих слов говорит, «Не как я хочу, но как ты». Он свою волю передает воле отца своего. Второй раз он говорит, «Если не может чашами сия миновать меня, чтобы мне не пить ее», опять говорит, «Да будет воля твоя». Он хотел исполнить волю отца своего. Иисус знал, для чего он пришел на эту землю. Он знал, что ему надо будет сделать, что ему надо будет совершить, и он знал, что это будет очень трудно. Но он все предал это в руки отца. И он говорит, «Не как я хочу, но да будет воля твоя». И опять же задаемся, или я задаю такой вопрос. Как мы можем быть уверены, что Господь говорит в наше сердце что-то делать? Мы чувствуем, мы знаем, что мы должны что-то сделать? Откуда оно пришло? Откуда эти мысли пришли? Это просто наше сердце? Это просто может мы слышали от кого-то? Или это Господь говорит в наше сердце? Вы знаете, Иоанн записал такие слова Иисуса. «И когда выведет своих овец, идет пред ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». Овцы, они знают голос своего пастыря. И чтобы знать чей-то голос, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что мы должны общаться. Мы можем узнавать голос людей, даже когда мы на далеком расстоянии, просто по телефону кто-то позвонил, незнакомый номер, но если мы знали этого человека, если мы общались с ними, мы знаем, кто нам позвонил, не видя его. Но знаете, получается, что даже на этой неделе, когда я звонил некоторым, некоторые не узнавали моего голоса. Потом, когда говорил, кто я, они, о, да, да, знаем. Мы можем забывать чей-то голос, проходит время, мы забываем голос. И один ученый, он когда-то сказал такие слова, мы можем увидеть величие Творца, исследуя Вселенную, но познать Его волю, мы можем только, читая Его Слово каждый день. Мы можем увидеть величие нашего Творца, просто смотря на природу, смотря вокруг нас. Но этот большой человек, он говорит, что познать Его волю мы можем только, читая Его Слово каждый день. Когда мы слышим Его голос, когда мы знаем Его Слово, которое Он передал нам через Свое Священное Писание, мы можем узнать Его волю. И вы знаете, когда я также разговаривал на этой неделе, мне очень было радостно слышать голоса, особенно наших пенсионеров, потому что они, знаете, с таким ободренным голосом говорили, что Господь наш милостив, они говорили, что Он нас так любит, что нас эта зараза не касается, они говорили, что у нас появилось еще больше времени, чтобы молиться за церковь, молиться за наши семьи, и просто, знаете, слыша вот эти слова от наших пенсионеров, оно просто, знаете, принесло такое ободрение, и я думаю, я знаю, что эти люди, они знают, что такое упование на нашего Господа, что такое быть в Его воле, что такое надеяться на Него, они понимают, и они знают, что только с Ним мы любые тяжести можем перенести без никаких проблем, и мы уже слышали, что все, что происходит в нашей жизни, оно не все хорошо для нас, оно не все, знаете, хорошее, но оно все ведет к этому благу, оно ведет, и мы идем, и мы знаем, что даже если что-то для нас трудно, что-то мы не понимаем, все это, оно ведет к хорошему, и хотелось бы еще просто посмотреть, как люди в Библии реагировали на Божью волю, и я увидел, что есть для меня просто было три таких как сказать вида людей, или три, где люди, они или были непослушны голосу Божьему, или они слушались и исполняли то, что Господь говорил, или они просто еще не знали голоса Божьего. Знаете, давайте начнем с тех, которые не послушали Слово Божьего, не исполнили волю Божью. Первый или первый человек, я думаю, очень известный этот первый израильский царь Саул, когда ему сказали, чтобы он пошел, чтобы он поразил Амаликитян, чтобы он истребил их, убил все, уничтожил все. И в Первое царство, 15 глава, 3 стих, там написаны такие слова. «Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него». Господь говорит ему, «Иди и сделай это». Но ниже мы читаем в 9 стихе, «Но Саул и народ пощадили Агага и лучших и овец и волов и откормленных ягнят и все хорошее». Господь им сказал уничтожить все. Они уничтожили только худое, плохое, что им не нужно, а взяли и пощадили лучшие и овец, и зволов и ягнят. И потом еще Он сказал, что мы это сделали, чтобы принести жертву Богу. Конечно, мы знаем, что послушание лучше и больше любой жертвы Богу. И Господь хочет, чтобы мы в точности исполняли Его Слово. Он хочет, чтобы мы в точности, чтобы мы знали Его волю и чтобы мы исполняли то, что Господь нам сказал сделать. Он хочет, чтобы мы исполнили. Второй человек это также, я думаю, что история, которую даже наши дети знают. Это история пророки Ионы. Записано первое Ионы. Второй стих, я прочитаю второй стих. Там написано. «Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И что делает Иона? Третий стих. «И встал Иона и побежал». Да, куда он побежал? Побежал он исполнить то, что Господь ему сказал сделать? Конечно, нет. Он побежал вообще в другую сторону. Там написано. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, и отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Иона слышит голос Божий, он знает, что это Господь говорит ему, он знает, кто такие Неневеня, Неневианя, но не соглашается с волей Божьей. Он думает, что он знает лучше. Господь говорит, встань и иди, он встает и бежит. Ну, конечно, хорошо было бы, если он побежал туда в Неневию, чтобы он это делал, чтобы принести спасение этому народу, но он думал, что он знает лучше Бога. Он не хотел, чтобы Господь спас врагов Израиля. Следующие люди это те, которые, может, еще не знают голоса Божьего. Это те, которые, может, знают о Боге, но еще лично не встречались с Ним, еще лично не знают Его, не знают Его голоса, и их нужно направить. Знаете, это записано Первое Царство, пятый стих. Вот я, ты звал меня, но тот сказал, не звал тебя, пойди назад, ложись, и он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу, он встал и пришел к Илию вторично и сказал, вот я, ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне, и возвал Господь Самуилу еще в третий раз, он встал и пошел к Илии и сказал, вот я, ты звал меня, тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илий Самуилу, пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори Господи, ибо слышит раб твой, и пошел Самуил, и лег на месте своем, и пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и другой раз, Самуил, Самуил, и сказал Самуил, говори Господи, ибо слышит раб твой. Мы видим этот молодой, можно сказать, юноша или еще дитя. Господь начал к нему говорить. Он услышал Слово Божье, но он не знал. Он думал, что пророк зовет его. Пророк хочет, чтобы он что-то сделал. Он первый раз пришел к нему, говорит, ты звал меня, пророк говорит, нет, я тебя не звал. Второй раз пришел, он говорит, я тебя не звал, но Самуил слышит голос, он слышит голос, его кто-то зовет. Третий раз, и здесь мы видим, что Илия понял, что Господь говорит к Самуилу, и он научил его. Он сказал ему, что когда еще раз услышишь этот голос, ты скажи, говори Господи, ибо слышит. Он уже узнал голос Божий. И это вторые люди, которые, может, еще молодые люди, это люди, которые молодые в вере, они не знают голоса Божьего, но Господь все равно говорит даже к таким людям, которые еще конкретно не знают его, но Господь говорит, Господь желает говорить каждому, и он просто хочет, чтобы мы могли наставить тех людей, которые еще не знают голоса Божьего. Он хочет использовать тех людей, которые знают, чтобы они могли сказать, когда услышишь этот голос, скажи, говори Господи, потому что я слушаю. Третьи люди, это те, которые были послушны, когда они услышали голос Божий, когда они услышали, что Господь говорит к ним, они были послушны. И первый человек, я хотел бы обратить внимание, это был Ной. В самом начале Библии мы читаем в шестой главе бытия с 9 стиха. Вот житье Ноя. Ной был человек праведный, непорочный вроде своем, Ной ходил пред Богом. И Господь обратился к Ною. Тогда, когда эти люди на земле не знали, что такое дождь, они не знали, что это может произойти, Господь говорит Ною, «Иди и начинай строить ковчег». Это большой корабль, который может вместить очень много. Он говорит «Иди и начинай делать». И по нашим взглядам или нашим разумам мы просто могли бы, знаете, говорить «Господь, зачем? Зачем это для нас? Откуда может взяться эта вода? Откуда может прийти столько воды? Для чего нужен этот ковчег? Но мы видим в 22 стихе там написано, что «И сделал, но и все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Он не начал разговаривать с Богом, он не начал против действовать Богу, сопротивляться Богу, он ничего этого не начал делать. Господь ему сказал, «Иди, сделай ковчег». Он дал ему размеры, он дал ему материал, с чего он должен сделать, все ему дал, иной он исполнил все в точности, как Господь хотел». Следующий человек, на которого я хотел бы обратить внимание, это был Авраам. Эта история записана в 12 главе, я не буду ее читать, я прочитаю просто несколько стихов, 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Опять же, голос к человеку. Человек живет своей семьей, своим отцом, он живет, я думаю, что они неплохо жили. Господь обращается к нему и он говорит, пойди с этой земли твоей от родства твоего из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Опять же, Авраам не начал спорить с Богом. Четвертый стих там написано. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Господь обратился к Аврааму, он сделал. Дальше мы читаем испытание уже Авраама, это записано в 22 главе. Второй стих. Или прочитаем с первого. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю, Мария, и там принеси его вовсе сожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Интересное испытание Авраама. Господь здесь в русском переводе написано, что Бог искушал Авраама, а в других переводах там написано, что Господь God tested, Он испытывал Авраама, Он хотел посмотреть, кто такой Авраам, будет ли он послушен Божьей воле, будет ли он слушать его. Что же делает Авраам? Убегает ли он, как мы видели раньше Иона? В третьем стихе написано, «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог». Господь обращается к этому человеку, Он хочет испытать его, будет ли он верен ему, будет ли он послушен его голосу, будет ли он исполнять Божью волю в его жизни. Мы видим, что Авраам остался верен, он сделал то, что Господь ему сказал. И опять же звучит такой вопрос, мы говорим каждый день, да будет воля твоя. Но как мы реагируем, когда Господь начинает говорить к нам, когда нам это может невыгодно, когда нам это трудно, когда мы должны чего-то лишиться, что мы делаем? Начинаем спор с Богом или мы исполняем Его волю? Какой группе мы относимся к непослушным или может тем, которые еще не знают голоса Божьего? или к той группе, которые слышат голос Божий и исполняют его в точности? Хотелось бы, конечно, чтобы мы думаем, что мы будем всегда исполнять волю Божью, но хотелось бы, чтобы мы всегда были или хотя бы иметь тех людей, которые могли бы подсказать нам, что это Господь говорит тебе, Господь хочет, чтобы ты сделал это. И Иисус говорит в Иоанна 6 глава 38 стих, Он говорит, что «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего Меня Отца». Перед нами сейчас будет молитва. И опять же я задаю такой вопрос. Знаем ли мы голос Божий? Знаем ли мы волю Божью на нашу жизнь именно на вот это время? Потому что мы можем сказать, «Господь, я исполню Твою волю, я исполню то, что Ты хочешь сделать, но сейчас для меня это невыгодно». исполняем ли мы Божью волю именно тогда, когда Господь желает этого от нас? И мы будем молиться, чтобы эти слова, которые мы произносим каждое, может, утро, каждый вечер, да будет воля Твоя, чтобы это не было просто заученными словами, чтобы это не было, чтобы мы не противились этому, надеясь на себя, на свой разум, но чтобы мы искренно желали этого в своей жизни, исполнить Божью волю для нас в это время, сегодня, сейчас. Аминь. Будем молиться. Аллилуйя, Господь дорогой, мы благодарим Тебя, Иисус, Благодарим Тебя за Твою любовь, Господь, за Твою милость, Господь, за Твое милосердие, Господь, которое каждое утро обновляется, Господь, хвала Тебе, что Ты, Господь, возлюбил каждого из нас, Господь, Ты нашел нас в этом мире, Господь, не мы Тебя нашли, но Ты нашел нас, Ты, Господь, искупил нас, Аллилуйя, Господь, Ты оставил небо, Господь, Ты оставил всю Свою славу, Господь, Аллилуйя, но Ты пришел, Господь, на эту землю, Господь, по великой любви, Господь, Аллилуйя, Господь, хвала Тебе, хвала Тебе, что Ты не оставил нас, не оставил человека такими, какими, Господь, мы были, Аллилуйя, Но Ты желаешь, Господь, чтобы мы изменялись, Господь, Аллилуйя, чтобы мы познавали Тебя, Господь, чтобы мы познавали Твою волю для нас, Аллилуйя, чтобы, Господь, мы слышали Твой голос, чтобы мы знали, Господь, Тебя, чтобы мы знали, когда Ты говоришь к нам, Господь, Аллилуйя. Рамана Гащитара Каламанта В любое время, Господь В любое время, на любом месте, Господь Когда Ты, Господь, говоришь Помоги Ты нам, Господь Помоги Ты нам, слыша Твой голос, Господь Знать Твой голос, Господь И исполнять, Господь Исполнять то, что Ты желаешь от нас, Господь, дорогой Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, дорогой Рамана Гащитара Каламанта Господи, помоги-то нам, Господь, идти за Тобой, Господь, зная Твой голос, зная голос пастыря нашего, Господь, помоги-то нам идти, Господь, Аллилуйя, не надеяться на себя, Господь, не надеяться на свой разум, на свою силу, Господь, наполагаться на Тебя, Господь, Аллилуйя, доверяться Тебе, Господь, Аллилуйя, Романа Гащита Романта. Господи, мы благодарим Тебя, Господь, и за это время, Господь. Господь, может, для кого-то это трудное время, Господь, но для многих из нас, Господь, это время благоприятное, Господь, аллилуйя. У нас еще есть обилие, Господь, дорогой, Ра Гащита Рокараманта. Но Ты, Господь, желаешь, чтобы мы больше, больше, Господь, обратились к Тебе, Господь, обратились к Твоему Слову, Господь, дорогой, Романа Гащита Рокараманта, чтобы мы больше и больше познавали Тебя, Господь, аллилуйя. Я молю, Господь, Романа Гащита Романта, всякой ситуации, Господь, все, Господь, что Ты посылаешь, помоги Ты нам, Господь, принимать это от Тебя, Господь, принимать и знать, Господь, что все это ведет, Господь, к нашему благу, Господь. Все это будет, Господь, для нас хорошо, Даже если это трудно сейчас, помоги ты нам, Господь, благодарить, Господь, даже в трудные минуты, Господь, в трудное время, Господь, помоги ты нам оставаться верными тебе, Господь, верными, Господь, твоему слову, твоим, Господь, обетованием, Господи, потому что ты сказал, Господь, что ты никогда не оставишь, ты никогда не покинешь, Господь, аллилуйя. И мы благодарим, Господь, что мы, Господь, мы можем называться Твоими детьми, Господь, дорогой Романа Караманта. Мы, Господь, принадлежим Тебе, потому что кровь Твоя, Господь, кровь была пролита за каждого из нас. Аллилуйя! Романа Гащитара Караманта. И она, Господь, она очистила нас, Господь. Она, Господь, спасла нас. Аллилуйя! Смерть, Господь, смерть Твоя, Господь, спасла нас. Аллилуйя! Романа Гащитара Караманта. И мы благодарим, Господь, и мы благодарим, Господь, что Ты умер, Господь. Но Ты воскрес, Господь, Ты воскрес за каждого из нас. Аллилуйя! Романа Гащитара Караманта. Господи! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! И наша надежда, Господь, наше упование на Тебя, Иисус. Аллилуйя! Благостави ты нас, Господь дорогой Помоги ты нам Помоги ты нам, Господь Всегда, всегда, Господь Когда ты обращаешься к нам Помоги ты нам, Господь Не только слышать твой голос Но слушать, что ты говоришь к нам, Господь Что ты желаешь, чтобы мы делали, Господь В это время В это время, в которое мы живем, Господь В это время, которое ты, Господь, отделил для нас Благостави, Господь и наши семьи, Господь. Благослови, Господь, дорогой Иисус, каждого члена, Господь. Нашу церковь благослови, Господь. Ты, Господь, видишь, Господь, каждое сердце, Господи. Нам, Господь, дорогой Иисус, может, не хватает друг друга, Господь, но мы молим, Господь, помоги ты нам, Господь, молиться друг за друга, помоги ты нам, Господь, звони друг другу, Господь, дорогой, потому что у нас есть время, у нас есть, Господь, дорогой Иисус, Когда мы можем это исполнить, Господь, когда мы можем позвонить кому-то, когда мы можем успокоить кого-то, ободрить кого-то, Господь дорогой, благоставите нас, Господь, и надальше, чтобы, Господь, наша вера и наше упование, оно было не на нас, не на наши силы, Господь, но только на Тебя. Мы молим во имя Иисуса Христа, а Тебе, Господь, за все слава, великий вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Как-то непривычно в таких условиях проповедовать Церкви Божьей, проводить богослужения. За 30 лет моей жизни в Америке, это, наверное, впервые такое происходит, хотя были случаи, когда маленькие были общения, но таких обстоятельств не было. И я радуюсь тому, что все-таки у нас есть Господь, которому мы служим, и который когда-то сказал нам слова ободрения, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Сегодня Он среди нас в Церкви, хотя нас тут немного, и там Он присутствует среди вас, где вы находитесь в комнате. Может, двое, трое, или может, кто-то один. Я верю, что и там Дух Божий продолжает свою работу, и Он действует там, потому что Господь действует Духом Святым. Он живой, реальный Бог. И мы говорили о том, что Иисус Христос умер за грехи всего мира, и сегодня эта жизнь, она дается всем тем, кто верует в Него, а не чувствует это присутствие Господне. Вы знаете, смотря на ситуацию в этом мире, как-то думаешь, к чему мы идем, и к чему стремится мир. И невольно вспоминаю слова, которые задали, или вопрос, который задали ученики Иисуса Христу перед Его уже, может быть, отшествием с этой земли, прежде чем Его страданий. Однажды Он беседовал с учениками, и они Ему задали вопрос о последнем времени, и задали вот такой вопрос. Это записано в Евангелии от Матфея, 24 глава, и третий стих. И вопрос такой. Ученики задали. «Какой признак Твоего пришествия и кончины века?» И Христос здесь дает ответ. Ответ очень такой, ну, можно сказать, насыщенный, довольно продолжительный. Но я выделю два стиха, шестой и седьмой. Христос сказал так. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Этому надлежит быть. Но это еще не конец. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». И вот здесь Христос сказал. «Будут глады». Глады – это голод. Моры – это моровые болезни или эпидемии. И землетрясения – все это начало болезней. В настоящее время это то, с чем мы столкнулись. Отчасти, может быть. Еще это будет. До этого были многие эпидемии. Может, после этого будут. Но мы вступили в такой процесс эпидемии, что многие страны мира закрылись. Во многих местах, во многих странах люди умирают. И я хочу сказать, и Слово Божие говорит, что это начало болезни. Еще будут продолжаться суды Божьи, или будут действия на этой земле, такие, можно сказать, страшные для человека. Но у нас есть упование, наш Господь. И апостол Павел в послании к римлянам восклицает. Он тоже обращался к такому, наверное, трудному времени в своей жизни, видя на обстановку того времени. И вот он восклицает. Римлянам 8 глава, 35 стих. Я думаю, читающие Слово Божие, они знают, о чем здесь сказано. Я просто напомню. Павел говорит так. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Кто отлучит нас? Скорбь, которая постигла, теснота, которая у нас сегодня есть, гонение, голод, который может быть? Что это может отлучить? Или даже месть, меч, или какая-то опасность может она отлучить? И в 37-м стихом он говорит, но все сие, что встречаем, преодолеваем силою возлюбившего нас. А дальше он такие слова уверенности говорит, ибо я уверен, вот уверенность человека, который поверил Богу, который служит Богу, который живет для Бога, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, которое есть даже сегодня, какое было у Павла у нас сегодня, ни будущее, какое бы у нас страшно ни было, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Слава Господу! Если мы поверили в Господа, если мы возлюбили Его всем сердцем, всей душой, всей крепостью, ничто нас не может от любви Божией, мы будем верны Господу. И слава Господу, что для нас есть сегодня Слово Божие, которое, как светильник, сияющий в темном месте, оно укрепляет нас, оно поддерживает нас, и оно направляет нас, как на мете. Я хотел бы поделиться одним местом Слова Божие. Это записано в Евангелии от Луки, 18 глава, с первого стишка. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Итак, притча, которую Христос говорил, она заключалась в названии ее «Должно всегда молиться и не унывать». Всегда молиться и как бы продолжение не унывать. Мы иногда в жизни своей молимся о каких-то наших нуждах. Хотим получить ответ, а ответа нету, и мы унываем. Вот Христос, видно, знал состояние человека, это было и раньше, что люди о чем-то молятся, просят, ответа нету, и они начинают унывать, опускать голову, у них настроения нету, и жить даже уже, может, не хочется, и радости нету. Уныл человек, все, молятся, ответа нету. И вот Христос привел пример, говоря, в одном городе. Вы знаете, он сказал, не в каком-то поселке, не в какой-то деревушке, а в городе был судья. В городе больше цивилизации, там больше развитая жизнь, даже в то время. И вот Христос говорит, что в городе, там в какой город, не знаю, ну, пример приводит, где приходит цивилизация, жизнь бурлит. И сказано, что был судья, первое место в том городе, судья, он судил, разбирал дела людей, но его характеристика, он Бога не боялся, людей не стыдился. Говорят, что в то время даже в Израиле были, или в Палестине были места, где судьи были ставленниками Римской империи, или от Рима. И такие, ну, судьи, они действительно могли прямо заявить, что я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Хотя, может быть, и кто-то из местных мог так сделать. Ну, есть такие предположения, что таким судьей именно являлся вот этот судья, который, ну, был ставленником, как Рима больше. И вот он жил в этом городе, и он судил, но все его действия, он о себе прямо говорит. Помните, фарисеи и мытор молились, они о себе говорят в молитве перед Господом. А этот судья о себе тоже так прямо заявляет. Вот такой я человек, Бога не боюсь и людей не стыжусь. Ну, кажется, бессовестный человек, а судья. И вот в том же городе, сколько там населения, не знаю, была одна вдова. И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Вы знаете, положение вдовы – незавидное положение. Вдов, ну, всегда, можно сказать, или часто обижает. Даже в период Первой Церкви, если мы читаем, то написано, что у еленистов произошел ропот, что их вдовы были пренебрегаемы ежедневно в раздаянии хлеба. Евреи, братья, немножко ущемляли их. Ну, знаете, не с нашего народа вот эти, может, греки, вот эти женщины-вдовы. И они их там прижимают. И еленисты начали заступаться. Что же вы наших вдов? Они и так несчастны, а вы их обижаете, там, хлебом не даете, как положено. И вот в этой притче тоже вдова. Когда она жила с мужем, может быть, знаете, в семейной жизни трения какие-то были. Ну, а вот когда кто-то на жену, может быть, там, как мы говорим, наезжал или что-то неплохо относился, тут уже муж заступался, поддерживал ее. А вот теперь в этой вдовы, ну, не стало мужа. Она сама живет, вдова. Не знаю, какой ее возраст был, но заступиться некому, поддержать некому. Но эта женщина, она была не просто такая, я бы сказал, ну, слабенькая, немощная женщина. Она приходила к судье и говорит, защити меня от соперника моего. Возможно, у нее было какое-то имущество или с чем-то, но человек, с которым она имела тяжбу, был соперник. Кто такой соперник? Соперник – это кто соперничает с кем-либо, состязается, это противоборец. То есть соперник, тот человек был, за что-то они боролись, соперничали, боролись. И вот эта женщина хотела противостать этому сопернику своему. Она отстаивала свои идеи, она хотела победить его, но этот соперник, видимо, мужского пола, он преодолевал ее. И она поняла, что не может его, ну, победить. Соперник – это, может, еще определение такое, неприятель, противник, завистник, зложелатель. И, возможно, этот соперник был таким, он хотел забрать у нее все. И есть такое выражение, некоторые говорят, что у меня был опасный соперник, сильный, ловкий, с которым трудно тягаться или бороться. Вот у этой женщины была такая обстановка. И она приходит к суде и говорит, защити меня от соперника. Я с ним боролась, добивалась что-то, но не могу. Я говорю, это не просто такая беспомощная женщина, она могла сражаться, но соперника доливал ее. И сказано, но он, судья, долгое время не хотел. Представьте себе картину, это не просто там один, два, три раза, долгое время. Я не знаю, как долго это проходило. И к судье, чтобы попасть, я не знаю, это надо было какой-то appointment, как сегодня назначить. Или, может, где-то его подловить на улице, как-то к нему обратиться. Или, может, даже в то время женщина могла дерзнуть где-то и ближе к дому подойти. Но она искала варианты, чтобы с ним встретиться. Какие варианты, я не знаю. Но он долгое время, он и слушать не хотел. А она просит, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника. Вот соперник все уже одолевает какой-то той проблеме, которая была. Она сражалась, теперь уже не может. И вот он долго не хотел. А потом уже сказал сам в себе, про себя. Не так, чтобы слышали, но Бог услышал. И говорит опять свою характеристика. Хотя я Бога не боюсь, и людей не стужусь. Но какая-то вдова не дает мне покоя. Защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Не просто, чтобы по закону. Видно, женщина просила помощи. Она знала, что судья может защитить. Возможно, соперник действовал методами несправедливыми, агрессивно. И она пришла к судье, тот, который мог рассудить и поддержать ее, оправдать. Но он не хотел долгое время. А потом сказал, что она, чтобы уже не дает мне покоя, защищу ее. Просто уже надоело ее слушать, вот эти просьбы, ее хождения, чтобы она не приходила докучать мне. Я помню, как-то один из братьев говорил на семейную тему. И вы знаете, он так, ну, между прочим, подчеркнул такую идею. Я бы не хотел, конечно, чтобы так в наших семьях было. Но он сказал, что жены, если вам нужно что-то добиться у своих мужей, вы докучайте им. И в конечном итоге вы добьетесь результата. Ну, это так проповедники иногда говорят. Так вот, вдова эта, она докучала просто. Приходила и все говорила. И вот он не ради того, чтобы по закону поступить, не ради того, чтобы правильно сделать. Просто, чтобы уже отцепиться от нее, он сказал, защищу ее. Защитил, потому что он знал, что можно защитить. И Господь говорит, слышите, что говорит судья неправедный. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь. Хотя и медлит защищать их. Братья и сестры, мы с вами живем в такое время, в трудное время, как я сказал. Подобно этой вдове, мы, и может, этот мир, мы сражаемся сегодня с дьяволом. Наш противник – это дьявол. И он сегодня предпринял атаку на этот мир и на христианство. А одна из его атак – это вот именно эта болезнь – коронавирус. Вы знаете, вот это название болезни – коронавирус – связано со строением вируса. Говорят, что шиповидные отростки этого вируса напоминают солнечную корону. Он получил название коронавирус. Может, еще какие-то определения есть, но вот одно из таких определений. И на январь 2020 года, в этом году, уже было известно где-то 40 видов различных вирусов, объединенных в два семейства. И эти вирусы поражают и человека, и животных. Я хочу сказать, что именно вот сегодня атака дьявола, он как наш соперник начал атаковать этот мир. Иисус Христос пришел, чтобы спасти этот мир. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И Слово Божие говорит, что Христос пришел для того, чтобы спасти мир, но чтобы не судить мир. А дьявол, его задача, чтобы погубить этот мир. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И вы знаете, вот он сегодня атакует, и действительно, он губит этот мир. Люди умирают. И в каких-то, может, отдельных моментах и христиане умирают. Говорят братья, что нашу церковь Бог милует. Но то, что происходит на мировой арене, мы видим, друзья. И у нас, как у этой вдовы, может быть негде защиты искать. Одна защита у нас у Господа. И если эта женщина, чтобы к суде приходить, нужно было то ли опоэтмен, то ли какой-то момент найти, докучать, то у нас, братья и сестры, привилегия есть. В любое время дверь открыта Господу. Доступ к Богу открытый. Днем или ночью мы можем вопиять Господу. Защити нас. И если у вас может быть какая-то или моральная, или материальная проблема, или духовная, вы знаете, с этой проблемой в любое время мы можем не к суде идти, а к Господу. Он есть судья праведный Господь. Если тот был неправедный, то он есть праведный судья. И если, может быть, враг шепчет кому-то, что в твоей проблеме, в твоей нужде никто не поможет, бесполезно тебе молиться. Это могут мысли быть. Это может тебе кто-то сказать, что перестань молиться, перестань. Взывать о своей нужде. Все равно ничего не будет. Я хочу сказать, что Христос сказал. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Я думаю, что есть сегодня христиане, стоят день и ночь и молятся о каких-то проблемах духовных, материальных. Что у них есть? Они вопьют Господу. Но Он сказал, что Бог не защитит ли? Он сказывает вам, что подаст им защиту вскоре. Я не знаю вот это слово вскоре, как быстро это будет. Он сказано, что хотя медлит защищать. Вы знаете, если порой придет ответ быстро, ну люди, может быть, не ценят вот этим всем ответом или милостью Божией. А иногда Бог медлит. Но Христос сказал, что сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Тем, которые молятся день и ночь, придет помощь, придет защита, придет поддержка от Господа. Я хочу сказать, все, что мы имеем материальное благословение, духовное, это дает нам Господь. Потому что Христос пришел для того, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. А дьявол, как я говорил, он пришел украсть, убить и погубить. И пример этому, я хочу сказать, что это есть со Слово Божие, мы можем убедиться, когда смотрим на жизнь Иова. Иова в жизни было все благословенно. И вот однажды была встреча Бога и дьявола. И вот Господь говорит про Иова, дьяволу. Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Это первая книга Иова. И отвечал Сатана Господа и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Это и у нас может быть, мы богобоязненные. И говорит Иове Сатана, не ты ли кругом оградил его? Послушайте, и дом его, и все, что у него. Дьявол видит, что это Божья ограда. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяется по земле. И дальше говорит, но простри руку твою и коснись все, что у него. Благословит ли он тебя? Вот сегодня тоже такая ситуация. Дьявол хочет забрать, братья и сестры, те благословения, которые мы имеем от Господа. И сказал Господь Сатане, вот все, что у него, все богатства, благословения, которые я благословил, в руке твоей. Только на него не простирай руки твоей. И отошел Сатана от лица Господня. Видите, Господь, Сатана сказал, ты оградил его, и дом, все, что у него. Ты благословил его, и стада его распространяется. Это все Божие благословения. И вот теперь действие дьявола. И был день, когда сыновья и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего и его. И вот приходит вестник его и говорит. Воры орали, и ослицы паслись подли них, как напали савиане и взяли их. А отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой. Я не буду читать. Закончил это. Еще он говорил, приходит другой. И сказано, еще он говорил, приходит другой. Четыре вестника пришли и рассказали, что постигло Иова. Все его благословения материальные, которые он имел, что с ним получилось. И сказано после всего 20 стих. Тогда Ио встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал, наг я вышел из чрева матери моей, наг я вас вращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Хотя сказал Ио, что Господь взял, но отнимал это сатана. Хотя Бог допустил это. Без повеления Господня, без контроля Божьего. Сатана бы этого не сделал. Его Бог допустил. Во всем этом не согрешил Ио и не произнес ничего неразумного о Боге. Казалось, такая трудная ситуация. Кажется, ну все, можно уже отстать от Ио. И вы знаете, опять проходит вторая глава, говорит, что встреча Бога с Сатаной происходит. И Бог говорит, что обратил ли ты внимание на Ио? Вот что его постигло, а он опять остается непорочным. И Бог говорит, третий стих, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И вот сатана опять атаку предпринимает, находит уловку, чтобы атаковать. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдашь человек все, что есть у него. И дальше говорит, но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя. И сказал Господь Сатане, вот он в руке твоей, только души его сбереги. И отошел Сатана от лица Господня и поразил Ио, слышите, кто поразил Сатана? Сатана проказой лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд непорочности твои, похали Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Братья и сестры, может быть и в нашей жизни сегодня такая ситуация. У нас было все доброе, благословение, а сейчас пришли тяжелые времена. Но вспомните слова Иова. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Неужели, если Бог допустил трудные моменты, мы уже не будем этого принимать? Мы будем принимать и это. Во всем этом Иова не согрешил устами своими. И вы знаете, когда мы читаем книгу Иова, он перенес все страдания, которые приходилось ему переносить, и остался он твердым и верным Господу. Хотя были, может, моменты, когда он восклицал такие, говорил восклицания или выражения своей тяжелой жизни, но он был верен Господу. И когда читаем Иова, 42 главу, 12 стих, сказано, «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние». Вот что значит быть твердым Богом. Вот что значит в любых условиях сохранить верность Господу. И Господь благословит. Может быть, и в нашей ситуации, в нашей жизни сейчас трудное время, тяжелое время. Но, братья и сестры, если мы будем сохранять верность Господу, благословлять Его имя и доверять свою жизнь Ему, Он благословит нас и на этой земле еще благословит и в вечности. Некоторые боятся, говорят, что же будет со мною, я же, можно умереть. Да если даже мы и умрем, разве это страшно? Мы же перейдем в лучшее, в небесное, где не будет слез, где не будет болезней, где не будет горя. Там же прекрасно. И сам Господь отрет слезу сочей тех, у кого слеза даже будет. Так что бояться не нужно. И Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Вот что нас может встретить. Встреча со Христом. Мы приобретем нечто лучшее, нечто славное. Сегодня, я уже говорил, такая болезнь поражает людей или ходит по этой земле, как везде коронавирус. Вы знаете, еще во времена Христа септомы этой болезни проявлялись. Я хочу напомнить, что однажды Христос встретился с этим. Когда мы читаем Марка, первую главу, здесь Марк описывает о Христе, о его служении на этой земле. И 29 стих 1 главы Марка сказано так. «Вышедшие вскоре из синагоги пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и с Иоанном». Один из септомов сегодняшнего коронавируса – это температура. И вот здесь сказано. Теща же Симонова лежала в горячке. По сегодняшнему времени ей бы определили коронавирус. Ее бы отдельно отправили. Она в доме лежала, может быть, как сейчас отдельно держат, говорят, что кто болеет. Она лежала в горячке. И тотчас говорят ему о ней. «Иисус, вот горячка у Симоновой тещи». И сказано, подошед. Он поднял ее, взяв за руку, не побоялся дотронуться, что септом какой-то коронавируса перейдет. И горячка тотчас оставила ее. И она стала служить им. Вот что Иисус сделал, братья и сестры. Об этом говорят три евангелиста. Матфей пишет, что он коснулся руки ее. А Лука говорит, что он повелел, чтобы горячка оставила ее. И вы знаете, это не один случай. Во времена Иисуса Христа, когда Он ходил по этой земле, через Него проявлялось много таких исцелений. Вот еще один пример. Когда Он был в Галилее, 4 глава Матфея, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствие, и сказано, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Всякая болезнь – это и коронавирус, и все разновидности, и какие разные болезни были в то время. И исцелял Иисус всякую болезнь и даже всякая немощь, всякую неду, какой был, Он все исцелял. Когда мы читаем Матфея, 9 главу, здесь сказано об избрании уже учеников. И 35 стих сказано, что «ходил Иисус по всем городам и селениям в Палестине, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствие, и опять исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Никакой болезни, которая бы была неизлечима и не была, Он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. И 10 глава нам повествует, что Он призвал 12 учеников и сказал, Он дал им власть над нечистыми духами, духами или духами, да, чтобы изгонять их, и ученикам что? И чтобы и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Братья и сестры, это 12 апостолам бы на данном. Не только Иисус Христос делал, но ученикам было право врачевать всякую болезнь и всякую немощь в людях. То есть никакая болезнь не могла оставаться. Настолько сильна сила Божья, настолько силен наш Господь, что ничего не могло устоять. И когда 70 учеников Господь избрал, это написано у Луки, 7 глава и 7 стих, то сказано, что они пришли и сказали, что бесы повинуются нам. Луки, 10 глава, 19 стих. И вот Христос говорит этим ученикам, «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». На всю силу вражью. Какие болезни не были, братья и сестры, какие недуги не были, мы можем наступать. И в послании Евангелия от Марка, вернее, Иисус Христос, когда возносился на небо, и уже перед своим вознесением, Он ученикам сказал таковые слова. «Уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем Мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных». «И они будут здоровы». Какая болезнь? Здесь сказано, какая-то болезнь, что будет неизлечима. Нет. «Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Это право дано сегодня для Церкви, это право дано для народа Божьего, для последователя Иисуса Христа. Поэтому мы имеем право сегодня молиться Господу о том, чтобы Он защитил нас, и чтобы все эти болезни, которые сегодня атакуют нас, они оставили нас во имя Иисуса Христа. Почему я сказал, что коронавирусом сегодня атакует нас дьявол? Вы знаете, что дьявол, он копирует Бога, или все, что есть у Бога, он просто подражает ему, хочет стать таким, как он. Когда мы читаем Откровение, 13 главу, 1 стих, то сказано, Иоанн пишет, что «Я встал на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим». Диадимы – это венцы или короны. У него десять корон на головах было, а на головах его имена богохульные. И вот дальше здесь сказано число 66 о последнем времени. Так что дьявол, он на себя корону одел, на себя десять корон. И вот этот коронавирус, я считаю, что это одна из атак дьявола в это последнее время. Он хочет, он возомнил, что он уже все, поражает этот мир. Но, друзья мои, наш Господь сильнее. Почему я так говорю? Потому что есть уверенность. И когда я читаю Откровение, 19 главу, 12 стиха, то это меня слово просто ободряет, что нас Господь сильнее. Иоанн говорит так. «И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламен огненный, и на голове его много диадим, на голове его много корон». Вот у кого корона настоящая, у нашего Иисуса Христа. У него много корон. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный в весон белый и чистый. Из зуз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И на одежде и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих». И дальше я читал раньше о звере с его диадимами, с его головами, 20 стих и ниже. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. Господь победил, братья и сестры, Господь сильнее. Как бы дьявол сегодня не старался атаковать, как бы он не старался сегодня сражаться, друзья мои, и поражать этот мир, Господь наш сильнее. И мы верим, что мы в Божьих руках. И Писание говорит, что имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и бывает безопасен. И поэтому, какая бы у нас сегодня не была проблема духовная, материальная или физическая наша, друзья дорогие, в любой проблеме, в любой ситуации я опять хочу напомнить, чтобы мы обращались к Господу. Если судья неправедный дал защиту этой вдове, то еще напомню слова Христа, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. И мы имеем право сегодня молиться, братья и сестры, молиться о том, чтобы Бог защитил нас, чтобы оградил нас, чтобы никакие коронавирусы, хотя действие еще продолжается, даже у нас в штате до 8 мая продолжается вот эта ситуация, когда мы должны оставаться в домах. На Гавайях до 31 мая еще продлили вот эту ситуацию. Друзья мои, как бы еще болезнь простирается, но мы имеем право сегодня молиться, чтобы Господь остановил вот это поражение, которое идет по земле, и особенно, чтобы Бог защитил избранных своих, которые вопиют в своих проблемах, пусть то материальных, то ли в духовных проблемах. Бог силен защитить их, потому что это слова Христа. Сказываю вам, что подаст вам защиту вскоре. И если, может, у кого-то вера ослабела, если, может, уже у вас надежды, как говорится, может, уже почти нету, поверьте Господу, поверьте Его Слову, что Он сказал, «Скоре подаст вам защиту, вскоре придет помощь от Него, а мы имеем право сегодня молиться». Вы знаете, сражение продолжается. Я вспоминаю тот момент, когда народ израильский сражался с Амаликом. И когда Моисей стал на вершине горы и поднял руки к небу, тогда Израиль одолевал. А когда руки опускались, тогда народ терпел поражение. Но сказано, подошли Ор и Аарон и поддерживали руки Моисея, и они были подняты до захождения солнца. Сегодня Слово Божие нас тоже преднимает или приводит к тому, чтобы руки наши были подняты, чтобы мы их поднимали, взывали Господу о помощи. И в послании к Тимофею апостол Павел, особенно обращаясь к братьям, во 2 главе 8 стихом говорит так, «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая, это слово поднимая кверху, чистые руки, без гнева и сомнения». Братья и сестры, если у вас сомнения, оставьте это сомнение, и мы будем молиться. Я бы попросил сегодня, Сережа, пройди вперед, и мы помолимся за нужды народа. И я призываю братья, кто есть, Андрей, Василий, пройдите сюда. Мы просто в молитве поддержим руки Сережа, а я призываю всех братьев, сегодня служителей, просветеров, дьяконов, если вы есть сегодня дома, может быть, в комнате, встаньте в проломе за ваши семьи, за ваши дома, или, может, кто-то одинокий, брат или сестра, поднимите руки к небу, не бойтесь, вы не согрешите этом. Пусть Божья защита, Божья поддержка придет для вас сегодня. Мы будем молиться, чтобы Бог защитил, во-первых, мы просим, чтобы Бог защитил или установил это поражение, которое идет на земле, чтобы смиловал себя над землей нашою, и, во-вторых, чтобы Он защитил избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, защитил церковь свою, чтобы никакая болезнь, никакой вирус не проникла, но чтобы все были здоровы во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся. Сережа, молись, мы благодарим Тебя за Твою любовь и защиту, благодарим Тебя за кровь Иисуса. И мы верим, Господь, что кровь Иисуса, она сильна, Господь, для того, чтобы защищать, для того, чтобы охранять, Господь. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе! За жертву Тебя благодарим. на Голгофе, Господь. Ты это сделал для нашего оправдания. Ты это сделал для нашего спасения. Аллилуйя, чтобы наши жизни поменялись. И мы благодарим Тебя, Господь. Мы находим в Писании, Господь, слова, в которых написано, что ранами Твоими мы исцелились, Господь. И Ты охраняешь нас, Господь. Мы призываем силу крови Иисуса на наши дома, на наши семьи, Господь. Мы верим, Господь, что Твоя охрана, Твоя защита будет над нами. И, Аллилуйя, слава Тебе. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты слышишь наши молитвы. Господь, и верующих в Тебя, и любящих Тебя, Ты будешь охранять. Ты будешь защищать, Господь. А наша надежда на Тебя, Господь. И, Аллилуйя, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь к Своему созданию. За Твою любовь к тем, которые любят Тебя и служат Тебе, Господь. Превозносим Тебя. Аллилуйя, слава Тебе, Господь мой. И в это время, в этот вечер, Господь, Ты видишь все, кто молятся о Тебе, Господь. Пусть те, которые даже в любой болезни болеют, кто плохо чувствуют себя, Бог мой, войди в их недома. Костись ихних тел, Господь. Мы просим Тебя, благослови их, Господь. Благодарим Тебя за Твое обетование, за Твое обещание, Господь, которое мы находим в Писании. Это Слово Твое, а мы верим словам Твоим. Аллилуйя! Слава Тебе! Благослови, Господь, народ Твой, Господь наш и Бог. Кто, Господи, в труде, кому трудно, Господь, кто в испытании, Господь, я прошу Тебя, Бог мой, укрепи их веру, Господь мой. Пусть они полагают свою веру на Тебя, Господь, на Тебя, Бог мой, потому что кому нам еще идти, Господь мой? И Бог наш, Аллилуйя! Ты посети, Господь, посети каждый дом, Господь мой, коснись Духом Твое святым наших сердец. Бог мой, укрепи, Господь, народ Твой. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за Слово Твое, в которое мы верим, в котором, Господи, наша надежда и упование. Хвала Тебе и слава. Благослови, Господь, свой народ. И мы, Господи, Твоим святым именем благословляем каждую семью, каждого человека, каждого брата, каждую сестру, Господь. Благослови наши семьи, благослови наши дома, детей благослови, Господь. Господи, чтобы никто не болел, пусть Твоя охрана и защита будет над нами. Благодарим Тебя, Господь, за силу крови Иисуса, за Твою любовь к нам, которую мы видим каждый день. И пусть Твоя святым имя славится в нашей жизни, в наших семьях, в наших словах и делах, Господь, во всем, что мы делаем и говорим. Тебе пусть будет слава и хвала, потому что Ты достоин. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Дорогие друзья, пусть Господь вас благословит, благословит ваши семьи, пусть Божья охрана будет на вас. Мир Божий вам. Субтитры создавал DimaTorzok